Девчонки, всем привет! Сегодня будет мое долгожданное видео о покупках для ногтей и, конечно, губ. Девочки, если вам интересно данное видео, тогда берите кофе и приступайте к просмотру. Если нет, то ищите то, что вам интересно, девочки. Итак, поехали. Начну, наверное, я с ногтей. Я уже сделала небольшой маникюр. Этими лаками это вот два таких вот оттеночка. Они отличаются. Если присмотреться, это такой синий цвет и зеленоватый. Я говорю о колораме. Это оттенок у нас идет 273 и 284. Девочки, вот этот вот лак мне безумно понравился. Тем, что у него очень удобная кисточка. И она очень аккуратно подстрижена, мягонькая и мне очень понравилось работать с этим лаком. Наносить его на ногти. Запах, конечно, как у всей колорамы, так вы знаете, прям ядерный. Ацетоновый. Вот эта кисточка мне не понравилась. Она неаккуратно подстрижена, она вся топорщится. Но это, я считаю, это мой косяк при покупке. Я не обратила внимания. Ну, фокусируй, господи. Ну, так, сейчас капнет. Вот, в общем, что можно сказать об этом лаке? Если, вот, в целом, говорит, то есть, это не тот продукт, знаете, за которым, вот, прямо сейчас, вот, прекратили смотреть видео и бегите. Это тот продукт, который можно купить на скидках. Это тот продукт, если на него хорошая скидочка, можно взять какие-то очень, какие-то интересные, экспериментальные цвета. Ну, как вот эти, к примеру. Мне очень сильно понравились они, такие, вполне они матовые идут. Вот это вот чисто зеленый вот такой вот идет. Вот это вот синенький вот посерединке. То есть, он вот так вот. Это, что мне в нем понравилось, этот цвет идет в один слой. То есть, очень даже, ну, за ту стоимость, за которую я его купила, мне очень понравилось. Привет, сын. Вот. То есть, девочки, я его взяла на очень хорошие скидки. Что-то, по-моему, было на него 70% скидка. Так что, присмотритесь. Неплохой продукт. Следующий лак, это вот, в принципе, один из моих любимцев идет, любимчиков точнее. Это лак от L'Oreal. Его, конечно, объем очень маленький уже идет. Кисточка аккуратно подстриженная, в меру жидкий, в меру густой. Это у нас идет номер 604. 604 номер. Девочки, обалденный цвет, я его хотела взять от марки Эсси, но, к сожалению, когда я приехала в Ревгош, его там не оказалось. И по моей великой случайности, я зашла в магазин, в магазин шаговой доступности, и я увидела, что лежит этот лак на скидках. Я его тоже прикупила, и я вообще довольна и счастлива. Он, видимо, меня ждал. Видимо, так сложилось, то, что мне нужно было взять именно L'Oreal. Девочки, этот цвет у меня был нанесен на ногти в видео о покупках декабря. Первое видео о покупках декабря. Там, по-моему, было два слоя, но он очень хорошо играет. То есть, при электрическом свете он дает один оттенок, при дневном цвете он более приглушенный. Он играет. Он немножечко глянцевый и вполне очень хорошо держится. То есть, первое, откол, скола на ногтях появились у меня через два с половиной дня. А вот этот лак, ну, он просто начинает чуть-чуть меркнуть, и вы уже сами его захотите снять, но его тоже, по-моему, хватает на дня три. Это, я говорю вам, нанесение без топов, без покрытий. То есть, просто нанесли этот, собственно говоря, лак. Так, это все. И у меня случился какой-то бум. Я никогда столько не покупала продуктов, именно карандашей для губ. Я вообще всегда пользовалась раньше в основном только блесками, какими-то увлажняющими средствами. Но в основном это были блески всегда. А тут мне захотелось добавить цвет. Девочки, начну я, наверное, просто с бестселлера на ютубе. это эссенц. Эссенц. Мама. Да, котеночек мой. Сейчас, секундочку, хорошо? Да. Ага. Так, это эсси и цвет у него один... Нет. Да, это одиннадцатый цвет. Эссенц. Эссенц. Девочки, сумасшедший цвет, который мне безумно понравился. Просто, девочки, я не знаю. Вот на камере он чуть-чуть ржит, в ржану уходит. Но на губах он действительно, знаете, такой прям нюд приятный, неброский нюд. Она выглядит как матовая помада. Вот этот именно карандашик, он наносится очень мягко. Единственный минус у этих карандашей, я говорю вам не просто об обводке контура губ, я говорю о заполнении полностью. То есть, мне было интересно взять этот именно цвет для заполнения полностью цвета губ. Он их жутко высушил. То есть, вы добьетесь того цвета, который вы здесь видите, вам он понравится, будет матовая помада, как будто бы матовая на вас помада. Но, девочки, у вас должны быть губы просто безупречные, потому что при нанесении его, допустим, на вечер, на день, если вы будете вам на работу либо на учебу, вы высушите себе губы. Поэтому будьте аккуратны, внимательны, то есть, используйте после него либо до него перед нанесением хорошие бальзамы для губ, для того, чтобы просто увлажнить ваши губки. Но я повторюсь, он по губам, когда наносишь на губы, он их не царапает. Вполне очень комфортно наносить, мне очень сильно понравилось. Это тот продукт, который на меня произвел очень хорошее впечатление. Так, следующий продукт это тоже будет нюдовый цвет. Это у нас уже идет двенадцатый. Название у него вот такое, чтобы его не коверкать. Вишмин Роуз. Это у нас идет уже, она идет с розовым подтоном. Она тоже мягонькая, очень мягонькая. мне очень сильно понравилось, как она идет, передается на губы. Она с таким розовым подтоном идет, но здесь слабовато видно, но она действительно идет с розовым подтоном. Персика розовый такой у нее даже подтон. Мне очень понравилось, она тоже сушит губы, хорошо наносится, передает свет при заполнении. Естественно, она не выдержит многоразовые перекусы какие-то, ее нужно поправлять. тоже так же нужно пользоваться бальзамом для губ, чтобы ваши губки были в хорошем состоянии, так как этот карандашик тоже так же пересушивает ваши губки. Но если вы студент, если у вас ограниченный бюджет, если вы не можете найти какой-то карандашик, либо вы начинаете только пользоваться продуктами для губ, я могу этот продукт посоветовать. То есть, он стоит до 100 рублей, вполне очень даже приемлемые цены. Следующий продукт, для меня это очень кричащие помады, потому что для меня в принципе это нестандартно, чтобы я пользовалась данными продуктами. Начну вот с этого карандашика. Пришла смс-ка. Начну вот с этого карандашика. Он, знаете, такой лилово, красно-сиреневенький, чуть-чуть в нем, знаете, даже я могу сказать, чуть-чуть сливовый какой-то цвет черешни. Но мне так понравилось, мне так захотелось на себе этот цвет. Просто я не смогла пройти мимо. Оттенок у него идет один. Так, сейчас скажу какой. Сейчас сфокусирую, девочки. не могу, девочки, пятнадцатый вот. Вот такой вот цвет у него, но мне очень нравится. То есть он идет, вот сейчас он показан как темно-красный на камере, но на самом он идет в деле такой сливового, какой-то, знаете, у него очень интересный цвет. Если будет возможность, конечно же, присмотритесь к нему. Знаете, у меня ассоциация с ним, это вот хороший такой, знаете, вот макияж губ, ровная кожа и чуть-чуть абсолютный макияж на глазах и вот этот цвет губ просто ну сумасшедший. Не знаю, я уже придумала себе образ, я думаю, то, что я сделаю фото, выставлю в инстаграм, чтобы вы, девочки, могли прокомментировать. Я оценю. Да, Чагингтон там, да? Да ты же моя крошечка. Да, иди, паровозик. Так, простите, девочки, это сын. Мы с ним вместе снимаем. Следующий карандашик тоже от фирмы Essence. Это у нас идет уже красный. Вот такой вот у него цвет названия, 14 номер, простите, и цвет у него уже будет абсолютно красный. Вот этот карандаш, он идет по суше и при нанесении на губы будет, знаете, такой вот насуховато, она не очень сильно приятна, но это мой идеальный красный. Вот если я найду такую помаду в матовом цвете, я ее обязательно прикуплю, но это мой идеальный красный. Она замечательно выбеливает губы, ой, губы, извините, зубы, то есть с ней зубы кажутся белее, замечательно держится, то есть если ее нанести для фотосессии, будет замечательно, просто, знаете, вот, ну, красиво и десна, что она не стойкая, то есть мне ее хватило, буквально я нанесла, я налила себе кружку кофе и все, ее нужно поправлять. Так что, девочки, на его забюджетную стоимость я могу вам посоветовать, девочки, их взять. Это были все мои покупочки, маленькие покупочки для ногтей и для губы, это такое, знаете, баловство, эсенс, наверное, карандашики, это для того, чтобы просто попробовать и выбрать тот продукт и цвет, который мне в дальнейшем будет сопутствовать. Так что, девочки, если вам понравилось данный формат видео, ставьте лайки, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео, оставляйте комментарии, может быть, вы можете посоветовать какой-то карандаш и у вас есть красная помада в матовом цвете, вы можете какую-то посоветовать, я буду только рада. А с вами была ваша Ира и я желаю вам приятных покупок, хороших скидок, оставаться красивыми и любимыми и всем пока-пока!